Вот одна небольшая басенька, которую я... Захочешь, делаешь, не захочешь, всё равно сделаешь. Муравей сладко спал, когда слон нечаянно наступил ему на заднюю лапку. Муравей с просонника завопит, потники надо смотреть, идиот! От неожиданности слон попятился и раздавил весь муравейник. Тут муравей глаза продрал, видит над ним слон, муравейника нет, А трус в голову потерял, кричит, сам не знает что, куда прёс, глаза ушами завесил, А ну пошёл вон отсюда, слон таких отчаянных муравьёв в жизни не видел, Иначе он коротой занимается, бандитская рожа. Повернулся слон и бежать. Муравей сначала глазам не поверил, а потом от радости ошалел. Да никак он не испугался, а? С трусю толстозады? Догнать пару ухо съездить? И рванул муравей в погоню. Держи толстого, держи жирного, ух, сейчас бивни повыбиваю. Но испуганный слон быстро бегает, мне каждый муравей его догонит. На полене тигр завтракал, шум услышал, антилоба поберёг горло встала. Если у слоны побежали. Тут муравей выскакивает на полен и весь в мыле. Фу, слушай, старый, тон слон такой толстый не пробегал? Пробегал. А вы что, с ним пятнашки играете? Ну муравью кровь в голову бросилась, ничего не соображает. Цыц, матрас полосатый. Погоди, со слоном покончу, давай займусь. Не буди во мне зверя, укушу. Так подумал тигр, надо сматываться, пока не загрызть. А по лесу же летел слух, а зверевший муравей за слонами-то за тиграми гоняется. Медведь из верлоги выгнал. Живёт там с молодой львицей, которую старого льва отбил. По всяким спорным вопросам, извольте явиться к нему, к мудрейшему. И представляете, требуя, чтобы перед ним на колени вставали. Нет, на колени это каждый встать может, было бы видно перед кем. А в траве чёрта с двоего разглядишь кровопийцу рыжего. Вот зверюга свалилась на нашу голову, не приведи Господь.